Свидетельство ла иля илла-лла То есть, для чего шейх Аннаши привел этот хадис? В главе разъяснение святиства ла иля илла-лла и разъяснение сути единобuffsия Для чего приведен этот хадис в данном случае? Потому что этот хадис разъясняет нам свидетельство, что такое ла иля илла-лла Сказано Кто скажет, нет божества, достойного поклонения кроме Аллаха, Пророк сказал, а он на этом не ограничился и не сказал, его имущество, его кровь становятся запретными. Нет. Сказано И откажется, отречется, проявит неверие ко всем объектам, которым поклоняются люди, кроме Аллаха, тогда становятся запретными его имущества и его кровь. Это разъяснение свидетельства ля и ля и ла. То, что недостаточно, просто что сделать произнести этого свидетельства. Но это твое произнесение должно быть связано с чем? С отречением от всех объектов поклонения, кроме Аллаха. Тогда становятся запретными твое имущество и твоя кровь. Если же нет, то есть если ты пришел к народу, допустим, с призывом к исламу, и они произнесли ля и ля и ла, но продолжают поклоняться своим объектам поклонения, продолжают ездить на могилы, взывают на могилы, на вход делают вокруг могил и тому подобные действия делают, и считают, что те, которые захоронены в могилах, посредники между ними, между Аллахом, заступаются за них перед Аллахом и тому подобные вещи. Вместе с тем, что говорят ля и ля и ла и ла, становится ли их кровь и их имущество запретными, не становится. Почему? Потому что они не проявили неверие к остальным объектам поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, ясно? Поэтому в этом хадисе есть опровержение тупьям могилопоклонникам, которые говорят, как вы можете сравнивать нас с фурошитными, с многобожниками, в то время как они поклонялись камням, поклонялись истуканам и тому подобное. А мы поклоняемся Аллаху. А эти праведники это всего лишь наши заступники перед Аллахом. То есть мы не берем их самостоятельными господами, самостоятельными божествами, но просто что посвящаем им некоторые виды поклонения для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. И поэтому наша кровь, наше имущество запретно. Мы говорим, нет, ваше произнесение свидетельства ла и ла и ла пользы вам не приносит, потому что вы произносите это языком, а на деле опровергаете сами себя. Потому что свидетельство ла и ла и ла это что такое? Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. А сам же ты своим действием указываешь на то, что есть другие божества и объекты поклонения, которые достойны поклонения, раз ты посвящаешь им поклонение. Поэтому ваше свидетельство не приносит вам пользы, не приносит вам пользы, и ваше имущество не являются чем запретными. Говорит, Слова пророка, кто скажет и проявит неверие ко всем объектам, которым люди поклоняются, кроме Аллаха. Говорит, Знай, что пророк связал запретность имущества и крови в этом хадисе с двумя вещами. Сказал, твоя кровь и твои имущества будут запретными, если ты сделаешь две вещи. Первое, Это, чтобы ты произнес свидетельство ла и ла и ла и ла и ла и ла и ла на основании знания и убежденности, а также другими условиями, указания на которых приходят где? Приходит в других хадисах Говорит Как эта фраза приходит ограниченной в других хадисах Как мы уже об этом говорили То есть знание В этом хадисе же не сказано со знаниями с убежденностью Сказано как просто Кто скажет Но говорит этот хадис Мухайед Он ограничен другими хадисами Которые сказаны на основании знания Или на основании убежденности и тому подобное Это первое Вторая вещь Если человек проявит неверие Ко всем объектам Кому люди поклоняются кроме Аллаха Пророк не ограничился просто произнесением слова Без приведения в жизнь и в действительность его смысла Говорит Но непременно должно быть произнесение этого слова И действие по этому слову Значит пророк в этом хадисе Запретность крови и имущества связал с двумя вещами Что это за две вещи? Слово и дело Если человек не произнес слово Является ли его кровь и имущество запретными? Нет Если даже не говорит Не принимает ислам Изначально не согласен даже на произнесение этого связи Теперь второй вопрос Если человек произнес слово Но не делает дело Дело противоречит его слову Помогает ему это слово или нет? Не помогает Помогает ему это слово только при соблюдении вот этих вот двух условий Дальше Говорит Культулафи имана Говорит шеф Абдурахман имн Хасан И в этом хадисе заключается смысл слов Всевышнего Аллаха Где он говорит Тот который проявит неверие к тагуту И уверует в Аллаха То есть недостаточно чтобы человек сказал Я верую в Аллаха и все Он должен что еще сделать? Проявить неверие к тагуту Дальше Тот уже схватился за крепкую рукоять А это что? Свидетельство Религии и ислам Он схватился за нее Она никогда не разрушится То есть рукоять религии и ислам не разрушается Является крепкой рукоятью Калил Мусанниф говорит Автор книги То есть шейх Абдурахман имн Хасан То что шейх Абдурахман имн Хасан То что шейх Абдурахман имн Хасан Скажет в конце главы При рассмотрении вопросов Которые рассматривались в обе Говорит Вот смотри Теперь Великие слова шейха Ан-Нажди То есть очень полезные слова Которые ты должен понять Говорит и этот хадис Один из самых великих хадисов Которые разъясняют смысл свидетельства Потому что в этом хадисе Или этот хадис Не сделал Простое Голое произнесение Языком свидетельства Тем Что сохраняет имущество И кровь человека Говорит Баль Более того Недостаточно Также Вместе с произношением Просто знать смысл Этого свидетельства Допустим Смотри Сейчас Шейх Ан-Нажди Приведет тебе Несколько ступеней Несколько ступеней Сюда посмотрите Смотри Если человек И не знает смысл Скажи Он говорит Ничего не понимает Сам не знает Что он говорит Это помогает ему или нет Вводит ли это его в ислам или нет Нет Он как Не был причастен к исламу до этого Так и остается Непричастен к исламу После этого Теперь дальше Вторая ступень Человек говорит Произносит И знает смысл Помогает ли ему это Приносит ли ему это Пользу Гоethe само по себе Это также не приносит Пользу Потому что иудеи Тоже говорят Ля-Иля-Иля-Лла И знают смысл Но они не говорят Мухаммаду Расуль-Илла Поэтому они не входит в ислам То есть просто Произнесение свидетельства Ля-Иля-Иля-Иля-Лла Или допустим Лицемеры Лицемеры говорят Ля-Иля-Иля-Лла Говорят Они понимают Знают смысл Что такое Ля-Иля-Иля-Иля-Лла Знают Но это приносит пользу или нет, не приносит. Дальше говорит, дальше, теперь третья ступень, говорит, баль уалал-икрар без алика. Третья, даже если человек произнесет ля-ля-илла-лла и знает его смысл, и икрар у него есть, то есть он подтверждает правдивость этого смысла. Да, говорит, да, это действительно правда. Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха. Вопрос, входит он в этим ислам или нет? Смотри, лицемеры, лицемеры говорят ля-ля-илла-лла. Понимают они смысл ля-ля-илла-лла или нет? Понимают. Но они это икрар делают, подтверждают своим сердцем или нет? Сердцем не подтверждают. А у нас теперь третий человек говорит, понимает, и сердцем подтверждают правдивость. Говорит, да, действительно, нет никого достойного поклонения кроме Аллаха. Входит он этим в ислам или нет? Шеих а-н-найджи говорит, даже этим еще человек в ислам не входит. Дальше что нужно сделать? Говорит, баль уаля каунуу ля-я-ду-илла-лла и уахдау ля-шари-каля. Более того, даже если он произносит, знает и подтверждается своим сердцем, более того, не вызывает никому кроме Аллаха. То есть не поклоняется на действиях никому кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей. Так? Говорит, что даже это еще не вводит его в ислам. То есть может быть человек, который считает это свидетельство правдивым, правильным, подтверждает его, говорит его, и он не поклоняется никому вообще, кроме Аллаха. Поклоняется Аллаху, даже этого говорит, что недостаточно. Баль ля-я-хруму ма-люгу в адамуу говорит, не будет запретным его имущество, его кровь хатта ю-быфа и ля-залика аль-куфру бима ю-абаду миндуниллах. Пока он не добавит к этому отречение и проявление неверия от всего того, чего поклоняются кроме Всевышнего Аллаха. То есть недостаточно просто не поклоняться. Но ты должен отрекаться и иметь в сердце убеждение, что ты не имеешь отношения к этим посторонним божествам. Ты от них отрекаешься и их что? Ненавидишь и читаешь достойное поклонение только одного Аллаха. Дальше. Фаиншатка, а у Тарадада, если же он сомневается, Тарадада тоже. Лам я хруму ма-люгу в адаму. Тогда его имущество и кровь не становятся запретными. Фаяля миннасаля. Лишь, если сомневается, может быть есть какое-то божество, которое достойно поклонения. Может быть все-таки вот этот вот праведник, может быть он может заступиться за меня, перед Аллахом, если я к нему обращусь. Потому что он же был великий праведник. Вот эти праведники, да, они не помогут, которые рядом лежат. Они были не такие уж праведники. Но вот этот-то был вообще же праведник. Может быть он все-таки может. Если у человека есть какое-то сомнение, тогда человек является неверующим. Он должен быть убежден, что нет никого достойного поклонения, кроме И как же велик этот вопрос, что может быть более велик, чем это. И как прекрасно это разъяснение, как же оно ясно и понятно. То есть в этом хадисе. И как же прекрасен этот довод, который прерывает любой разговор того, кто спорит. Вот эти вот хадисы, брат, Шейх Ан-Наджи зачем собрал? Потому что он начал свой призыв среди суфьих могилопоклонников. И он устал от них, от их шубухатов и так далее. И они говорили, мы говорим ляй ляй лаллах, мы совершаем намазы, мы едем в хадж, мы читаем Куран, мы верим в Мухаммад, мы верим в Судный день. Во все верим. Но Шейх Ан-Наджи говорил, ну вы все равно неверующие, все равно неверующие. Многобожники. Почему вы многобожники? Потому что вы не отрекаетесь от других божеств, кроме Всевышнего Аллаха. Они говорят, хорошо, мы даже не будем им поклоняться. Все, мы им не поклоняемся. Шейх Ан-Наджи говорит, что этого недостаточно. Недостаточно просто, чтобы ты не поклонялся, но ты должен от них отречься и заявить, что эти божества недостойны поклонения. Вот эти конкретно божества недостойны поклонения. Я от них отрекаюсь, от них я отказываюсь и ухожу от них к своему Господу, то есть только ко Всевышнему Аллаху. Ясно? Говорит культу. Говорит Шейх Ан-Грахман Ибн Хасан. И это, говорит, условие, которое делает действительным свое произнесение фразы «Ла Илла Илла Илла». Говорит, не будет действительным произнесение твое «Ла Илла Илла» без этих пяти ступеней, которые упомянул автор книги. Что за пять ступеней? Как мы сказали, произносит, знает, убежден. Что делает? Никому не поклоняется, кроме Аллаха, и более того, отрекается от этих божеств. Вот эти пять условий. Говорит, сказал Всевышний Аллах, и сражайтесь с ними, пока не будет смуты. А что такое смута? Это многобожие. И сражайтесь с ними, пока не останется смуты. И вся религия останется посвященной только одному Аллаху. То есть до этого времени сражайтесь с ними, пока они не вернутся к тому, что всю религию посвятят одному Аллаху. И не будут посвящать религию своим праведникам, своим могилам, своим божествам и так далее. И так же сказал Всевышний, убивайте многобожников, где бы вы их ни нашли. Хватайте их и осаждайте их. И готовьте им всякую засаду. А если же они раскаются? От чего они раскаются? От того, что они посвящали религию кому-то, кроме Аллаха. Если они от этого раскаются и отрекутся от своих божеств, и перестанут им поклоняться, и произнесут ли Аллаху с сознанием, с убежденностью и с принятием, тогда что? И станут совершать намаз и выплачивать закат. Тогда откройте им дорогу и освободите их. То есть, все, больше их не трогайте. Потому что они стали кем? Вашими братьями по вере. Говорит, Всевышний приказал сражаться с ними, пока они не принесут покаяние от своего многобожия. И пока они не станут посвящать все свои дела только одному Аллаху. И пока они не станут совершать намаз и выплачивать закат, а если же они откажутся от этого, отвернутся от этого, или отчасти этого, тогда с ними необходимо сражаться по единогласному мнению ученых. Значит, если они скажут, все, хорошо, мы отрекаемся и так далее, и так далее, принимаем ислам, потом им говорят, совершай намаз. Не, не, намаз не буду совершать. Выплачь закат. Не, закат тоже не будет. Или говорят, хорошо, буду совершать намаз. А закат, не, закат не буду выплачивать. Тогда что? Хутили и жмам. Тогда необходимо с ними сражаться по единогласному мнению. Говорит Лазакар ибн Касир, Китавсир, Каулии Та'ала, Кад Афлахаман Тазаккар. Упомянул Вильг ибн Касир, разъясняя слова Всевышнего Аллаха, из Суры Аль-А'ала, 14 аят, Кад Афлахаман Тазаккар. Достиг успеха тот, который очистился. Факал, Калал Хафиз Абубакр Аль-Баззар, Говорит ибн Касир, Сказал Хафиз Абубакр Аль-Баззар, Рассказал нам Аббат ибн Ахмад, И потом привел свой иснад, Ан Джабир ибн Абдиллах, Ан Иннаби, Салаллаху Али-Асаляма, От Джабир ибн Абдиллах, От пророка, Салаллаху Али-Асаляма, Где сказано, Тоже свидетельствует, Что нет божества достойного поклонения, Кроме Аллаха, Смотри, И откинет, Это, Когда змея скидывает свою старую кожу, Говорит, И откинет, Что всех сотоварищей, Которых он предавал Аллаху, И засвидетельствует, Что я посланник Аллаха, Тот считается кем? Ман Тазакка, Кто очистился. Очистился это тот, Который произнес, Ла-Иля-Иля-Ллах, Отказался от всех божеств, Кроме Аллаха, И что сделал? Засвидетельствовал, Что Мухаммад посланник Аллаха, Тот, Кто такой? Каз Аф-Ла-Хаман Тазакка, Тот очистился и достиг успеха, Но этот хадис является очень слабым, Та-Ихун-Диддан, Приводит его Аль-Баздар, Как это приходит с Кашфадастар, И в его иснаде Аббад ибн Ахмад, Аль-Арзами, Гоу-Матрук, Который является оставленным передатчиком, А также в иснаде Афа ибн Саев, Гоу-Мухталит, Он с допутавшейся передатчик, Значит, Смысл его правильный, Но и снат его недостоверный, Очень слабый, Дальше, И приходит у имама Муслима, Со слова Абу-Гурейры, От пророка, Салаллаху Алиссаляма, Где он сказал, Мне было приказано сражаться с людьми, Пока они не произнесут, И пока они не уверуют в меня, И пока они не уверуют в то, С чем я пришел, А с чем пришел Мухаммад, Салаллаху Алиссаляма? Не просто с произнесением, Но с пониманием этого смысла, С убежденностью, С принятием, С отказом от всего, Чему поклоняются люди, И составлением деяний, Которые посвящали эти многобожники, Кому-либо, кроме Аллаха. Саиза фа'алю далика, Когда они сделают все это, Смотри, Когда они сделают все это, Ассаму Минни Дима'ау Муаму Алихум, Тогда они защитят от меня, Свою имущество и свою кровь, Илла биха'кия, Кроме как по праву, Что значит по праву? То есть, Некоторые постановления, По которым ислам разрешает проливать кровь, Даже мусульманинам, Как например, Если он кого-то убил, И их расчет на ком? На Всевышнем Аллахе. Они произнесли, Они отреклись, Они перестали поклоняться, Внешне они стали кем? Мусульманами. А что у них в сердцах знает один Аллах, Поэтому расчет этих людей на Аллах. Если они были мунафиками, Лицемерами, То Аллах, Что рассчитает их так, Как они этого заслуживают. Вафис Саххейни Анибн Умара, Раби Аллахангума, Приходит у Бухарии мусульман, Сослов Ибн Умара, Кал, Кал, Расулли Аллаха, Пока они не засвидетельствуют, Что нет божества достойного поклонения, Кроме Аллаха, И что Мухаммад посланник Аллаха, Пока не станут выстаивать намаз, И выплачивать закат. Смотри, Этот риваят разъясняет хадис, Или риваят Абу Гуриры, Который приходил где? У имама муслима. Видишь, говорит, Пока не засвидетельствуют, Пока не уверят в меня и с тем, Или и в то, с чем я пришел. А в этом хадисе что сказано? Пока не засвидетельствуют, Потом Мухаммаду Расулли Аллах, И смотри, И будут выстаивать намаз, И плачет закат. Отсюда что ты понимаешь? Что пророк Сава Васану с чем пришел? С намазом и закатом. И если они это сделают, Тогда они защитят от меня Свою имущество и кровь. Отсюда что ты понимаешь? Что это условия защиты, Кровь и имущество. Если эти условия люди не выполняют, То их имущество и кровь остаются какими? Разрешенными. Илля бихактига. Кроме как по праву. Что за право мы уже сказали? Вахисабу маал Аллах. Их расчет на Всевышнем Аллахе. Это хадис у Бухарии муслима. Говорит у Ахазан, Эти два хадиса, говорит, То есть хадис Абу-Урэйры и Ибн Умара, Являются разъяснением двух аятов. Аят у Ланфаль и аят Бараа. Аята из суры АЛ-Анфаль и аят из суры Бараа. Что это за аяты? Вот те, которые приводились у нас на прошлой странице. Суры АЛ-Анфаль имеется в виду 39 аят. И сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута, то есть пока не исчезнет многобожие, и пока религия не будет полностью посвящена Аллаху. Видишь, он говорит, Эти два хадиса разъясняют этот аят. Почему? Потому что в этих хадисах что сказано? Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не сделают то-то, то-то, то-то. А в этом аяте что сказано? Сражайтесь с людьми, пока не исчезнет многобожие, и пока религия не будет посвящена Аллаху. Отсюда ты понимаешь, что когда исчезнет многобожие, когда люди засвидетельствуют для Аллах, Мухаммаду Расулу Аллаху, пока не уверен в то, с чем пришел Мухаммад. А это намаз и закат. Намаз и закат это что? Посвящение всей религии одному Аллаху. И хадис Ибн Умара также разъясняет этот аят. И второй аят из сура Аль-Бараа, это Тоба, сура Тоба. Бараа это и есть сура Тоба, покаяние. Девятый, имеется в виду пятый аят, где Всевышний сказал факту люль-мушрекина, убивайте многобожников и так далее, и так далее. До каких пор нужно убивать их или сражаться с ними? Фаин табу, пока они не раскаются. А что такое раскаются? Кто-то может сказать, мы с ними сражаемся, сражаемся, они сказали, все, мы каемся, а чего вы каетесь? Больше не будем в азартные игры играть. Так, это пойдет или нет? А почему не пойдет? Всевышний сказал фаин табу, если они раскаются, халас, они раскаялись от того, что они играли, допустим, в азартные игры. Или скажешь, все, мы каемся, больше дина, больше прелюбодияния не будем делать. Или мы раскаемся, больше распивать спиртное не будем. Это им поможет или нет? Ну почему? Всевышний же говорит фаин табу, если они раскаются. Потому что, что такое, если они раскаются, приходят в этих хадисах. Абу-Уреры и кого? Ибнамар. Мне приказано сражаться с людьми, пока они не сделают то-то, то-то. Отсюда ты понимаешь, что вот это вот, сделают то-то, 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 это и есть их что? Это и есть их раскаяние. То есть то, в чем они должны раскаяться. А это в том, что они посвящали свое поклонение кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. В этом они должны раскаяться. Видишь? Смотри, два аята, 39-й аят из Сура Алан-Фаль, и 5-й аят из Сура Ат-Тобы, их смысл растолковывается и объясняется вот этими двумя хадисами. Абу-Уреры и Ибнамар. Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не сделают так-то так. Дальше. Говорит, «Ва кад аджмал улема аля анна манкала ла и ла и ла и ла ла ва лам не атакит ма анаха». Говорит, сошлись на единогласно мнение ученые, что тот, который произнесет ла и ла и ла и ла ла и не будет иметь в убеждениях этот смысл, то есть смысл ла и ла и ла ла ва лам ямаль бимуктабаха и не будет действовать в соответствии с ла и ла и ла ла ану юкааталь то, что с ним необходимо сражаться хата ямалю пока он не начнет действовать потому, на что указывает это свидетельство из отрицания и утверждения. Теперь к вам вопрос. Смотри, здесь важный момент. Шейх Абдурахман и бна Хасам приводит единогласное мнение. Аля джима то, что с людьми надо сражаться. Сражаться с ними надо до каких пор? До каких пор, говорит, надо с ними сражаться? Пока они не станут выполнять то, что вытекает из отрицания и утверждения свидетельства ла и ла и ла. Какое отрицание, какое утверждение? Отрицание божественности и достоинство на поклонение всего, что кроме Аллаха. А утверждение, что за утверждение? Что этого поклонения и божеств обожествления достоин Всевышнего Аллаха. Пока они это не подтвердят и не начнут действовать в соответствии с этим утверждением и отрицанием с этими людьми необходимо сражаться. Это, брат, великие вопросы. То есть это не просто какая-то теория в книжках. Допустим, шейх Мухаммад и бнаху Абдурахан-Наджи свою жизнь посвятил этому. Начал призыв людей, когда ему было 35 лет и умер, когда ему было сколько? Это 91 год. То есть он занимался явным действующим призывом людей в течение скольких лет. 56 лет. 56 лет он призывал людей к этой религии. И сражался он с тем скульпиями и мглопоклонниками, которые что совершали деяния многобожия. И после того, как шейх Мухаммад и бнаху Абдурахан-Наджи донес до них довод и послал к ним послание, разъяснял к ним им, что их действие является многобожием, что их действие является тем, что совершали урешиты многобожники во время пророка согласного, пророк называл их многобожниками и обещал им вечный огонь. Ваши деяния и ваши убеждения такие же, как у них. Откажитесь от этого. Сделайте толбу. И после того, как они отказывались совершать покаяние и так далее, шейх Мухаммад и бнаху Абдурахан-Наджи шел к ним с воистками и завоевывал их землю, и что потом переходил на следующую землю. И таким образом делал призыв к единобожию. И до тех пор, пока вся религия не стала посвященной только лишь одному овалу на этом Аравийском полуострове. Это и есть суть благословенного призыва шейха Мухаммада и бнаху Абдурахан-Наджи. Поэтому на это разъяснение все не просто так, брат. Это не просто тебе на бумажке написаны слова. Это слова, из которых вытекали дела шейха Абдурахан-Наджи на деле. Этот призыв к единобожию осуществлялся, исходя из этих хадисов и аятов, на деле. Но разъяснение этого так и не делал, да? Необходимо разъяснять им то, что их дела являются многобожьими и так далее. Особенно, если среди людей распространено тягань, невежество или распространено, что призывающие к злу, как допустим, что некоторые имамы Суфии, религиозные лидеры или деятели Суфии разъясняют людям, что это религия Ислам и так далее. А люди не знают. Люди не знают, читают Кур'ан и понимают в соответствии с тем, что разъясняют им эти муфтии. Поэтому необходимо до людей наносить довод и разъяснять эти вопросы. Разъясняют слова пророка «Умир куану кателен НАСА, хатта якулю ла и ла и ла і ла Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не скажут ла и ла і ла і ла Говорит, Аль-Хаттаби известно и понятно, что пословом ла и ла і ла і ла здесь под призывом ла и ла і ла і ла имеется ввиду кто поклоняющийся идолам, то есть изолопоклонники или могилопоклонники. В общем говоря, многобожники. Дуна Аглим Китар, а не обладатели Писания. Ляннагум якулун Ла Иляхи Лаллах. Потому что христиане и иудеи говорят Ла Иляхи Лаллах. Сумма юката лагум вала юрфа ангумус сейф. Но все равно с ними идет сражение и не поднимается от них меч. Пока они не скажут что? Пока они не скажут Мухаммаду Расулу Аллаху. Мухаммад посланник Аллаха. Таид. Это из книги Мааль Масунан, 40-й, 10-й страница. И сказал Кады Айят Говорит, пророк выделил условия, когда имущество и душа или кровь становятся запретными. Когда человек скажет Ла Иляхи Лаллах, это Таабир Ани Лиджаба Иля Лиман. То есть, по-другому говоря, ответит на призыв веры. То есть, человек, который произносит Ла Иляхи Лаллах, что он делает этим произношением? Он отвечает на призыв веры. Когда его призывают к вере, говорят, прими эту веру, прими Ислам. Он, если произнесет Ла Иля Иля Лаллах, с теми условиями, которые указаны, он что сделал? Аджаба Иля Лиман. Ответил призыву веры. Говорит, Ваннальмурад бизайлика мушрику аль-Араб. И то, что под этим имеется ввиду многобожники арабов. А также и долопоклонники. А что касается других, которые подтверждают Единобожие. То есть, произносят Ла Иля Иля Ла. И что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, то недостаточно, чтобы их кровь и имущество стали запретными, просто их произносение Ла Иля Иля Ла. Потому что человек и так произносил их, когда был неверующим. И на этом закончились слова Кады и Яба. Говорит шейх Мамасхизам Сноски Он имеет ввиду тех, которые произносили Ла Иля Иля Ла, но проявляли неверие к пророку. Не поможет ему свидетельство Ла Иля Иля Ла, пока он не произнесет оба свидетельства. Так же, как, например, человек, если не верит во что, в Кур'ан. А сам при этом свидетельствует Ла Иля Иля Ла, Мухаммаду, Расулу, Аллах. Как, например, вторые фидиты. Говорят Ла Иля Иля Ла, Мухаммаду, Расулу, Аллах. А говорят, этот Кур'ан, это не Кур'ан. Есть другой Кур'ан. А этот Кур'ан, он не настоящий Кур'ан. И тому подобное. То есть, не верят в Книгу Аллаха. Говорит, что Даже Два свидетельства в этом случае недостаточно для веры этого человека. Но он непременно должен верить во что? В Кур'ан в данном случае. Но то, что видится более правильным, то есть, почему? Смотри, обрати внимание, брат. Ты, когда читаешь книгу, книгу, ты должен читать с пониманием. Когда ты начнешь понимать книгу, когда ты обратишь внимание на следующий момент, ты должен знать, кто автор книги, каково время, когда он писал эту книгу, и какие цели он преследовал от этой книги. Для чего он ее писал? То есть, представь, брат, если ты, допустим, пишешь какую-то книгу, ты ее не просто так пишешь, то есть, у тебя есть какие-то цели, для чего ты эту книгу пишешь, что ты хочешь в ней выразить, чего ты хочешь ею добиться, и тому подобное. Теперь смотри. Автор книги, шейх Абдурахман им. Хасан, приводит слова А также приводит слова Каабы Айяба, которые говорят, что не всегда достаточно произнесения Ля Иля Иля Аллах. Не всегда этого достаточно. И Аллах Алям видится, что шейх Абдурахман им. Хасан привел эти слова ученых. Для чего? Чтобы эти слова были как довод против суфьев, моих голопоклонников, которые приводили довод у шейха Аль-Наджи, говоря, мы говорим Ля Иля Иля Аллах. Ля Иля Иля Аллах. И мы верим в Кур'ан, и мы верим в пророка Сану Асану Асану. Мы верим, мы верим. Во кто мы верим? Верим в судный день и так далее. Но есть слова ученых, что связи с Аля Иля Иля Аллах недостаточно, пока не будут выполнены другие условия. Поэтому шейх Абдурахман им. Хасан этими аятами не имел в виду, что только лишь Аль-Китаб, людей Писания, или тех, которые не верят в Кур'ан и так далее. Нет. Он имел в виду и направил эти слова против кого? Против суфьев, моих голопоклонников. И сказал имам Ан-Науи, Ля Будда маагаза минал иман Непременно вместе с этим, то есть вместе с чем, вместе с произнесением связи с Аля Иля Иля Аллах непременно должно быть еще вера во все то, с чем пришел посланник Аллах. Как это пришло в одном из ребятов и пока он не уверен в меня и в то, с чем я пришел. То есть тогда только кровь и имущество человека станет какими? Запретными. Это, иншаллах, ясно. Эти слова имаму-муслиму с разъяснения 21-го хадиса из Сахи Муслим. Когда его спросили относительно сражения с монголами, с татаро-монголами, он сказал То есть его спросили разве можно сражаться с монголами-татарами, ведь они произносят Ля Иля Иля Аллах. Шейхул Ислам что ответил? Сказал, любая группа, которая отказывается выполнять что-либо из внешних знамений ислама, как какие мы сказали, как азан, или как намаз, или как выплата заката, или хач, из этих людей, то есть из монголы-татар или других, являются обязательным сражаться с ними, пока они не согласятся выполнять все эти внешние проявления ислама. И даже если они выполняют какие-то шариатские обязанности, совершают намаз, что говорят азан, все делают, но закат не выплачивается, отказываются выплачивать закат. Шейх Алистам что говорит? Необходимо что? Сражаться с этими людьми. Говорит, как Абубакр, а также сподвижники сражались с теми, которые отказывались выплачивать закат. И на этом сошлись, на единогласном мнении, все ученые фикха после сподвижников. Это ясно? Значит, если у нас есть какая-то земля, на которой люди говорят «Абубакр, Что женщины никогда никакого наследства не получали, ни деды, ни прадеды никогда не давали ничего женщинам в наследство. Теперь мы приняли ислам, мы приняли ислам, совершаем намазы, выплачиваем за карты, даем азаны и так далее. Но вот наследство женщинам мы давать не будем. Это не соответствует нашим обычаям, говорят. Так, если они говорят, что это вообще нет в религии ислам, что это им разрешено не давать долю наследства женщинам, тогда они становятся неверующими. Так как считают для себя необязательным то, чем обязал их Всевышний Господь. А если же они говорят, да, это обязательно, но мы отказываемся, мы не будем этого делать. Тогда что необходимо? Против них сражаться и заставить их выполнять это, что это знамение ислама, это внешний признак ислама. Дальше. А также сказал шейху-ли-ислам дальше. Какая бы группа ни отказалась совершать какие-либо обязательные намазы. Ауссиям или держать в разу. Ауль-хач или выезжать в хач. Допустим, говорят, что у нас есть среди нас люди, способные поехать в хач. У них есть имущество и здоровье и так далее, но мы не будем ездить в хач. Это хач, это не для нас. У нас есть булгар. Мы будем в булгар ездить в хач. Нам не надо ездить куда? В Мекку. У нас есть свой здесь хач. Близко, специально для нас хач. Говорят, что? Ау-ан-эль-сизам тахрим ад-дима ау-ля-муаль. Или откажутся запрещать кровь и имущество ау-ль-хамр, ау-ль-мейср. Или вино, или, допустим, азартные игры. То есть будут продолжать убивать, допустим, мусульман. Или будут продолжать грабить их имущество. Вместе с тем, что будут говорить мы мусульмане. Или будут разрешать что? Или будут разрешать азартные игры. Или будут жениться на женщинах-родственницах. Или откажутся совершать джигад против неверующих, если на это есть сила и способность. Если соблюдаются условия на это. Или откажутся совершать любые какие-либо обязательные действия ислама. Или будут совершать любые какие-то запретные дела в исламе. Аутартига, причем эти обязательства или эти запреты должны быть такими, что ни у кого нет розвера, то есть уложительной причины оставить это. Или почитать это недействительным. То есть такие вещи, которые из ислама известны всем. Потому что нельзя делать вина, нельзя пить спиртное. Это известно любому человеку, что это в исламе запрещено. Так что если кто-то из людей скажет, что это необязательно, или наоборот это не запрещено и так далее, то становится неверующим. То та группа, которая противится этому, то есть не совершает какую-то из этих обязанностей, или наоборот совершает что-то из этого запретного, то с ними необходимо сражаться за это. Даже если подтверждает, что да, да, это обязательно, но мы этого делать не будем. И это то, относительно чего я не знаю никаких разногласий среди ученых. А также он сказал, Эти, говорит, что у ученых-мухаккиков, то есть у ученых, не является просто буга, то есть не являются просто перешедшими границей, или совершающими несправедливость. Как, например, хавариджи или революционеры, которые выходят против правителя. Революционеры, которые выходят против правителя, они кто? Каферы или мусульмане буга? Буга это кто? Переходящие границы. Кто они? Каферы или буга? Буга, так или нет? То есть переходящие границы. Хавариджи, которые совершают революцию, выходят против правителя, не называются каферами. А вот эти люди, говорит, у ученых-мухаккиков не просто буга, бальгумхари, дюна, анил-ислам, но они те, которые вышли из ислама. Которые вышли из ислама. Это слова шейху-исламы из Маджмуль-Хатава 28, 502, 503. Что касается комментариев этих слов шейху-исламы и бутамии, то необходимо указать, что если люди говорят то, что это обязательно для них, но они не выполняют какие-то обязанности из ислама, то с ними необходимо сражаться, но не как с неверующими, а как с кем? С мусульманами, которые отказались совершать некоторые действия из ислама. Если же они говорят, что это им не обязательно, что это им не обязательно. Для всех да, обязательно. А для нас это не обязательно, говорят. Тогда они становятся кем? Неверующими. И сражение с ними уже идет как против неверующих. Этот вопрос мы разбирали подробно. В какой книге? Во время разбора книги Китаб-у-ли-Иман. Слова пророка, саляллаху-ли-Имсаляма, о расчетах на Аллахе. Ай, Аллаху-табараку-та'аллаху-элли-Ияту-элля-хисабу-у. То есть сам Всевышний возвышен Аллах, тот, который рассчитает этих людей. То есть тех, которые произносят ла-иллахи ла-иллах. Если человек был правдивым в этом произношении, то Всевышний наградит его садами наслаждения. А если он был лицемером, то Всевышний накажет его мучительным наказанием. А что касается этой дунии, то мы выносим постановления по-внешнему и считаем их за мусульман. Те, которые произносят ла-иллахи ла-иллаху, мы считаем их за мусульман. Тот, который придет с единобожием и не совершит того, что противоречит этому единобожию внешне, и будет придерживаться законодательства ислама, то мы обязаны удержаться от него. То есть не должны нападать на него или ширять разрешенными его кровь и его имущество. Говорит хульту, говорит шейх Абдурахмад им. Хасан, Этот хадис означает то, что иногда человек может сказать И при этом не проявить неверие относительно того, чему люди поклоняются, кроме Аллаха. Исходя из этого, он не считается из тех, чьи ему, что и чья кровь являются запретными. Как на это указывают явные аяты и хадисы. Что за аяты? Аль-Анфаль 39 и 40 оба 5. А также те хадисы, которые мы зачитали от Абурэра, от Ибн Умара. И вот этот вот последний хадис, который мы сейчас разбираем от Талиха ибн Ашема. Аль-Анфаль 39 и 40 оба 5.